Всем привет! Добро пожаловать на канал! И сегодня у нас новое видео и новое, так сказать, новый проект. Проект решено было назвать «Зелёнка» по бюджету в топ. Почему так незаурядно? Я решил взять недорогую модель, дешёвенькую, и попробовать на неё поставить, так сказать, бюджетный апгрейд. Народный, как говорится, мотор, народный регулятор, грубо говоря. Вот, хорошие, можно сказать, единственное, что будет небюджетное, это колёса. Колёса мы с вами поставим «Дипвудс». Вот, но почему именно вот такой процесс будет происходить? Вы его увидите. Что именно будем ставить? В принципе, все это всё равно так или иначе делают и устанавливают вот эти вот ништяки. Меняет мотор на более мощный, ставит регулятор. Любая модель, будь она дешёвая, дорогая, но всё равно все через это проходят. Соответственно, будет всё куплено с Али. Вот, колёс, конечно, нет. Вот. И поставим сюда. Заменим серву. Серва 35 килограмм, китайская. Соответственно, сколько она выдаёт там настоящих? 15-20 может быть. Установим сюда. Вот. Стоимость сервы порядка там 1200-1500. В зависимости от того, какие купоны, скидки, акции. Вот это всё тот, что нашёл. Вот. Далее поставим мотор. Мотор поставим сюда. 35 витков 550 класса. Вот. Соответственно, тоже ценник рублей 700-800, кто как найдёт. Далее. Здесь очень хорошо, что здесь двухступенчатая коробка передач. Но тачка сама по себе не славится надёжностью. Хе-хе. Такой аппарат, что все шестерёнки у него силюмин. Ну, вот посмотрим, после апгрейда, долго ли он проживёт. И вообще, как идея, зайдёт она или нет. Смотрите, значит. Модель приобреталась в Санкт-Петербурге моим коллегой Дмитрием. Вот. И он немножечко её уже переделал по моей просьбе. Он перенёс мотор, аккумуляторный щиточек вперёд, чтобы вес шёл сюда. Перенёс тягу назад, развернул кулаки и сделал вот такую кастомную рулевую. Бокс под приёмник сзади. И ещё перевёрнута коробка. Вот. Перевёрнута коробка. Мотор теперь сзади. В принципе, в принципе, получается сейчас без мотора 50 на 50, грубо говоря, вес. Но, без мотора, без аккумулятора. Но аккумулятор даст вес вперёд. Соответственно, будет там процентов 60-40, чтобы ему легче было карабкаться. Вот. Далее. Серву меняем. Потом будем что-то придумывать с кулаками. Может быть, колёса кастер как-то зададим, чтобы угол поворота был побольше. Вот. Колёса будут у нас металл, алюминиевые. Резина дип-вудс на поставим. Далее. Замена амортизаторов на аксиаловские. Стоковые аксиаловские амортизаторы. Вот. Поэтому не будет супер дорогих каких-то там вещей. Кроме... Я уже ещё раз повторюсь. Кроме колёс. И потом мы возьмём и заедем. Также возьмём стоковый Traxxas. И посмотрим, кто как поедет. Вот. Ну что. Можно приступать. Пишите в комментариях, кто что думает по этому. Поедет ли вообще. Или... А стоит ли играть свеч, так сказать. Ну что. Давайте пробуем. Первым делом мы заменим сейчас сегодня с вами амортизаторы и серву. Поехали. Так. Сняли мотор. Сняли пиньон. Пиньон здесь стоит большой. 28 зубов. А мы с вами будем устанавливать сюда пиньон. Соответственно намного меньше. Зубов на 14. Предыдущий владелец так набил мосты, что я переживаю за них. Что двигатель будет греться, чтобы раскрутить это всё дело. Потому что очень тяжело крутится. Придётся между делом ещё и мосты перебрать. Ну да ладно. Поехали дальше.